Дай почитать Собственно, книга Говена Фрэнсиса называется «Путешествие хирурга по телу человека». Немногие из живущих могут совершать такие прогулки со знанием дела. Автор – профессионал, безумно влюбленный в свое благородное дело, приглашает отправиться вместе с ним не только в разные части человеческого тела – мозг, голова, грудь, верхние конечности, живот, таз и нижние конечности, но и расскажет трогательные истории из человеческой жизни и много интересного – о течении болезней, о рождении, обесцелении и о смерти. Неслучайно Говен Фрэнсис в детстве мечтал стать географом. Его книга – это своеобразная карта человеческого тела – больного и здорового, живущего и умирающего. А с другой стороны – глубокие размышления врача и человеке и его организме, о доверии пациента, о сострадании к человеку, о ценности человеческого бытия и о неизбежности ухода из этого мира. По сути, это врачебно-анатомическая ода жизни, написанная тепло, восхищенно и умело. Это ода великому чуду, существу, подобному создателю, чуду и чудес, маленькому миру, человеку, его душе и телу. Эта книга будет интересна и медикам, и студентам-медикам, и всем интересующимся. Говен Фрэнсис уверен, что медицина – не только способ зарабатывать, но это возможность накапливать жизненный опыт. Ведь врачебная работа напоминает своеобразные путешествия не только по телам, но и по жизням пациентов. А еще это исследование жизненных возможностей, это приключение внутри человеческого тела. Описывая свою работу в отделении экстренной помощи, автор признается, «Если смотреть на мир из коридоров отделения экстренной помощи, он кажется сумасшедшим, опасным и, как сказал один поэт, неисправимо разнообразным». А что его привлекало в медицине неотложной помощи, так это отсутствие фильтров, ни чинов, ни богатства, ни связей. Всем нужна в одинаковой мере медицинская помощь. Дорогие слушатели, смело отправляемся с Гевином Фрэнсисом в путешествие по телу человека. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!